Сейчас я прочитаю комментарий. А почему никто не говорит о подобных проблемах мужчин? Словно женщин-сексисток вообще не существует. Раз гендер не важно, мы все такие за равенство, то почему же мы не говорим о проблемах мужчин? Их заставляют быть богатыми, успешными, властными, и если у них не получается, то их называют бабами, дрыщами и неудачниками. Вас совсем не волнуют эти проблемы, это же обратный сексизм! Почему же мы не говорим об этом? Все просто. Потому что обратного сексизма нет, и это их проблемы. Для многих феминисток вопрос с обратным сексизмом довольно тяжелый, потому что, как я думаю, у них просто нет основательного понимания природы сексизма. Очень многие люди борются за дискриминацией без четкого понимания таких основных понятий, как угнетение, сексизм, феминизм, патриархат. И, с одной стороны, это ок, потому что не все мы заканчивали соцфак и спокойно жонглируем научными терминами на кухне. Но, с другой стороны, это часто приводит к тому, что вся их деятельность часто принимает уродливые формы и не только не помогает, но и делает хуже. Но у меня для вас отличные новости. Мы живем в прекрасное время, когда есть интернет и когда совершенно не обязательно поступать в институт, чтобы получать доступ к информации, которую можно там получить. Есть научные статьи, доступные всем, видео, посты, книги. И сейчас я хочу сделать видео, которое примкнет к той гигантской куче информации, которая уже доступна по этому вопросу. Стоит только зайти в гугл. Давайте начнем с того, что такое сексизм. Я нашла в интернете картинку, но она была очень маленького разрешения, и там не было симпатичных человечков, поэтому я сделала свою версию. Единственный маленький минус этой картинки, то что я здесь включила параметр белый, то есть расовый параметр, но на самом деле здесь, наверное, не нужен он. Да, действительно, самой главной доминантной группой является белый соц мужчины, но, в принципе, в разговоре о сексизме параметр цвета кожи не так уж и важен. То есть важно только то, что это цис-мужчины. Вот эта картинка. Очень важный момент в этом видео. Если вы не согласны с этой картинкой и не понимаете вот это все вообще, и типа такие, или понимаете, и такие, нет, нифига, этого всего нет, то, пожалуйста, не оставляйте комментариев к моему видео. Можете тоже не смотреть его, можете посмотреть, но типа делайте это незаметно от меня, пожалуйста, потому что я веду этот диалог не с вами, окей? Окей, теперь я объясняю вам картинку. Видно или нет? Итак, сексизм — это институционализированное угнетение или подавление, дискриминация групп людей по гендерному признаку. Институционализированное и системное — это синонимы, и по-простому это значит на уровне всего общества, на уровне общественных институтов. Сексизм — это штука, которая лежит в основе всего общества и в основе взаимодействия всех его членов. А патриархат — это описательный термин, который характеризует систему общественного устройства. Как ещё это можно понять? Я обожаю тупые метафоры, поэтому патриархат — это дерево, а сексизм — это фотосинтез. Костя сказала, что это очень тупая метафора, поэтому я такая да, обязательно скажу её в видео. Идём дальше. Сексизм, как и любая институциональная дискриминация, формирует доминантную группу и угнетаемые группы, или дискриминируемые группы, или меньшинство. Доминантной группой в патриархальном обществе являются цис-мужчины. И главным атрибутом доминантной группы является маскулинность. Доминантную группу от меньшинства отличает вот эта стрелочка. Эта стрелочка — это механизмы угнетения, которые находятся в ручках у этих человечков. Или, иначе говоря, власть. И у всех на этой вечеринке могут быть какие угодно предубеждения в голове и вообще полный ад. Но только у вот этих ребят есть вот эта стрелочка. Только у них есть контроль и власть. Только у этих чуваков есть доминантное положение в системе, во всей системе. У этих чуваков нет. Во-первых, давайте быстренько избавимся от слова «обратный». Сексизм не может быть обратным, у него нет направления, он просто сексизм. Поэтому следующим вопросом, наверное, является, могут ли вот эти ребята проявлять сексизм вот к этим чувакам? И ответ — нет, не могут, потому что у них нет вот этой стрелочки, у них нет механизмов угнетения. А сексизм — это не просто предубеждение, это предубеждение плюс власть. Предубеждение плюс вот эта стрелочка. Поэтому, если женщина скажет мужику, чтобы он ушел, потому что он просто носитель семян и ни на что не годится, то это, наверное, будет ему грустно и мерзко и неприятно, но это не будет сексизмом. Сексизм — это вот. Вот это — это влажные мечты мужчин. Стрелочка не может вдруг брать и повернуться вот сюда. Вот. Это сексизм. И это очень сильно не нравится мужчинам, потому что даже если они понимают все это, они не хотят нести за это все ответственность. Они хотят думать, что сексизм — это такое общее зло, которое делает одинаково плохо всем, и за которое ответственны одинаково все. Но это не так. Это очень неприятно — осознавать то, что ты часть проблемы. Но, тем не менее, это так. И многим женщинам тоже тяжело как бы понять это, потому что они хотят полностью его типа убрать, вообще полностью, и чтобы никто не страдал от этого ужасного патриархата. И такие, мы поможем всем, потому что всем одинаково плохо. Но нет, это не так. Четкая гендерная бинарность — это основа этой системы. И люди выполняют отличную работу по слежению за тем, чтобы все оставались в своих розовых и голубых загончиках. Если мужчина не будет соответствовать маскулинному идеалу, то есть не будет сильный, богатый, успешный, у него не будут все сосать гигантский член и все такое, то система будет давить на него со всех сторон. И есть масса примеров мужчин, у которых под этим давлением маскулинность и мачизм просто взрывались типа в последней предсмертной конвульсии. Типа «Нет, я все-таки мужик» в форме самого маскулинного поведения из всех — агрессивного насилия. Пример Эллиот Роджер или Лестер Найгард из Fargo, сериала, который мы сейчас смотрим сквозь. Такое давление — это всего лишь обратная сторона того же самого сексизма. Это не обратный сексизм озлобленных баб. Это результат действий самих мужчин, которые веками строили и укрепляли общественный порядок, в котором женщины — это не люди, а существа второго сорта, и любое сходство с ними наказуемо. Очевидно, что сексизм вредит всем, и очевидно, что унижать людей из-за того, что они не вписываются в гендерные рамки — это очень тупо. Нужно ли говорить о проблемах, которые испытывают сыс-мужчины в патриархате? Да, конечно. Должны ли этим заниматься феминистки? Нет. Если очень утрированно, вот эти люди грустят, а вот эти люди просто дохнут пачками каждую секунду. Я вас уверяю, вот эти справятся, а вот этим нужна ваша помощь прямо сейчас. Можно ли поднимать вопросы, которые касаются вот этих чуваков и каких-то их проблем в фем-пространствах, где поднимаются вопросы угнетенных групп? Нет. Представьте, что вы пришли в книжный клуб, и там все обсуждают сегодня Гамлета. Вы же не будете кричать «Нет, давайте обсуждать Гарри Поттера! А как же Гарри Поттер? Это тоже отличная книга, и там тоже есть слова внутри». Или опять же мой пример с родительским собранием. Вот на родительском собрании обсуждается проблема. Дети дерутся. Вы же не придете как родители. Не будете говорить «Да, но родители тоже иногда дерутся. Давайте об этом тоже поговорим». Нет. Мы здесь собрались с конкретной целью — говорить о проблемах людей, которым очень-очень плохо в этом обществе. Помогают ли мужчинам действия феминисток, направленные на помощь угнетенным группам? Косвенно? Да. Поэтому скажите спасибо, сучечки. Что делать мужчинам, которые хотят бороться с патриархатом и помогать угнетенным группам? Становиться союзниками или профеминистами. Не феминистами. Это очень важно. Об этом я напишу в описании к видео. Обязательно почитайте. Итак, сухой остаток. Обратного сексизма нет. И переносить фокус с проблем ущемленных групп на проблемы доминантной группы нельзя. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Я надеюсь, что у вас немного прояснилось в голове по этому вопросу. Почитайте лишний раз мой пост «Феминизм 101». Увидимся в следующем видео. Пока!